Всем привет, ребят, с вами Алексей, и мы пройдём, начинаем прохождение игры под названием Охотник за призраками, по-другому она называется как The Lovers and John, ну по идее ST.John, то есть это сокращение такое. В общем, это первая часть, проклятое поместье. Это по идее квест, хор-квест, довольно-таки старый уже по идее. Эта игрушка, в принципе, не стала ничем известна, она не стала популярной, и почти никто не знает её, скорее всего. В общем, во время прохождения у нас есть небольшие косички, небольшие проблемы сейчас, потому что игрушка разворачивается только в таком разрешении, какое вы видите сейчас, и ни Бандикам, ни Фрапс не видит игру вообще. То есть я могу записывать только вот в такой фигнюшке, то есть я выбираю полный экран, вот полный, да, и вот так у меня записывается с этой фигнюшкой. Если я скрою её, есть такая возможность, то я просто-напросто не буду видеть, не буду знать, записывается оно или не записывается. Поэтому, ребята, извините, вот такой небольшой косячок во время записи, будет тут висеть такая хрень. Надеюсь, вам это сильно не помешает. В общем, игрушка, в принципе, хорошая, очень даже. Несмотря на то, что она не стала популярной. Комментарии о ней вообще под раздачей, допустим, очень хорошие положительные отзывы. Она, не сказать, что сильно страшная, но когда я проходил её очень давно, она меня очень задевала, она мне очень понравилась. Всего тут, по идее, три части. Разрабатывается ещё четвёртая, уже давно, по идее. Но у выхода её пока не планируется, видимо, там небольшие затруднения с тем, что деньги собрать не могут разработку. В принципе, не так важно. Давайте начнём. Она разделена на две части, то есть первая глава, скажем так. Два в одном. Вот начало мне запомнилось. Все эти рожи, появляющиеся и в оба уха через стерео наушники, вшепчутся. Сутки-то включающие. Два вверх, пожалуйста! Это всегда начинается неожиданно. Всегда одно и то же. Я слышу странные голоса. Неожиданно я слышу отчаянные просьбы о помощи. Что в этом необычном спросите вы? Только одно. Эти голоса не принадлежат живым людям. С самого детства я слышал эти голоса. И чем старше я становился, тем громче и отчаяннее становились они. Наконец, я понял, что могу помочь им. Конечно, такой дар делает почти невозможной нормальную жизнь. По крайней мере, я думал так, пока не познакомился с Келли Брэдфорд. У неё был свой книжный магазин. Но кроме этого, она проводила паранормальные расследования. Мы решили... Сейчас мы внимательно почитаем, послушаем. После чего начнём уже комментировать и проходить. Это же кошмар. Он повторялся каждую ночь. С каждым разом он становился всё хуже и хуже. И я больше не мог этого выносить. Нечто звало меня. И я не мог сопротивляться. Меня зовут Делавер Сент-Джон. И это проклятие полночного поместья. Ну да. В общем, мы приходим в дом заброшенный. То есть там происходят паранормальные явления. Призраки и все дела. То есть здесь это реализовано не так, как вы могли подумать, наверное. Сейчас вы всё увидите. Так, я вот думаю, сейчас я маленько сдвину эту штучку сверху. То есть маленько налево, чтобы её было видно не полностью. То есть главное, чтобы я видел, как дут цифры и всё, по идее. Чтобы вам ничего не мешало. Всё, пусть будет вот так, да? То есть вам меньше мешает, мне меньше видно её. По-другому я записывать просто не могу. Я уже давно хотел её пройти. Потому что, в принципе, её на YouTube почти никто не записывает. И вот я и решился, что вот пройду её, что ли. Когда я начинал её проходить, прохождение получилось, ну вот, вообще никакое. Там я записывал с микрофоном на палочке, то есть с наушниками. Дикция у меня была никудышная. Только начинал, тараторил только так. Кратавился её. Ну, вообще много проблем было. Тем не менее, мои записи на YouTube поднимались в топ. Потому что, в принципе, я никуда не снимал. Ну и в итоге, о чём. Некоторым нравилось даже, комментарии писали, помню. Вы только посмотрите, кто собрался в очередное приключение. Келли, откуда ты узнала, что меня нет дома? Вчера я заменила твой сотовый телефон на устройство, которое ты держишь в руках. Это последнее достижение техники. Голосовой и графический передач. Я называю его ГГП. Он может фотографировать, записывать звук. В нём есть даже устройство слежения. Да. В наше время в интернете можно найти что угодно. Вот как ты узнала, где я. Судя по сигналу, ты уже не в Морисвилле. Я в каком-то старом здании. Похоже, оно уже сто лет как заброшено. Поместье Морисвилль. Или, как его называют, местное полночное поместье. У этого места очень тёмная история. Ты хочешь сказать, что мои кошмары привели меня не в карамельную страну с молочными реками? Вот, не повезло. Поместье Морисвилль было построено в 1892 году богатым бизнесменом по имени Бернар Арман. Когда-то этот отель считался престижным, но после ряда трагедий стали поговаривать, что он проклят. Дела пошли плохо, и гостиницу закрыли насовсем. Я поищу дополнительную информацию. Хорошая идея. Интересно, где здесь выключатель? Твой сарказм в очередной раз помог тебе. Согласно старому плану, который я нашла в интернете, в подвале есть аварийный генератор. Если ты сможешь его запустить, передвигаться будет проще, чем с фонариком. Хорошая новость. Похоже, у него садится батарейка. Снова не подготовился, Галавр? Я даже не удивляюсь. В общем, ребят, надеюсь... Надеюсь, я думаю, что квест вам понравится, если вы просто хотя попробуете посмотреть. Игрушка, разумеется, старая, и выглядит она вот так. Я перемещаюсь мышкой налево-направо, то есть кадры такие, скажем так, с элементами анимации. Льет дождь, льет дождь за окном, старик крапит в кровати, ушел он спать синяком, и утром ему не встать. Ну, в принципе, выглядит все примитивно, но в то время, когда я приходил, и тем более, что ночью, это было просто до мурашек. В общем, что, мы осматриваемся, нужно что-нибудь найти в этом особняке. Так, кто топать-то вообще? Я хотел пройти вот сюда, тут ничего. Тоже ничего. Так, это что у нас там? Войти. Подвал так подозреваю. Так, что-то подмигивает уже. Надеюсь, мышку будет не сильно слышно. Давайте пошаримся. С фонариком. Вот что-то уже, что-то уже есть. Исчезающие люди, голоса. Думаю, в этом месте водятся привидения. Ну, похоже на то. А где стульчак? Там где-то слева. Так, ну давайте сходим вот сюда. Я не собираюсь идти по колено в грязной воде без какой-либо защиты. А какая должна быть защита? Ну что ж, окей. Пойдемте в обратную сторону, хотя я даже не знаю. Никто здесь можно пойти. О. О, сапожки. Рыбацкие сапоги. Удобные и практичные. Я их надену. Отлично. Уже одел? А, короче, о чем я же не поговорил об этой фигне. В принципе, что-то должно быть ясно. Так, это окошко, это наше меню. Можем либо нажимать на ESC, либо на нее. Тут нет разрешения, только, видите, музыка, голос и все. Субтитры еще могу поставить. Связь это наша связь с нашей подругой. Эй, Келли, как насчет подсказки? Делавер, ты там совсем недолго. Не говори мне, что ты уже все видел. Иди осмотри здание. Угу. Допустим, фото, когда мы видим какие-нибудь силуэты, допустим, на стенах или где-нибудь еще, можем сделать фотку и... Типа, как отосвать ей стороны паранормальной активности, если, допустим, слышим какие-нибудь голоса и записываем. Типа, такой приборчик. Так, это счетчики. Вон, записку вижу. Наш новый запасной генератор готов к работе. Чтобы этот новичок Бенегу, что ли, не испортил, я поставил на него код. Я не очень хорошо запоминаю цифры, так что я запишу код. Но в зашифрованном виде... Но в зашифрованном виде, чтобы никто другой не смог включить генераторы. Восемь мраморных шариков, две свечи, три каких-то из ветка, что ли, шесть бобов в линию, наборный. Ну, шрифт, короче, меня бесит такой. Давайте сфоткаем. Может, скажет, что. Поможет. Эй, Дэл, я получила фотографию. Загадка оказалась несложной. Если ты действительно хочешь услышать ответ от меня, просто перезвони. Отлично, можно было не перезванивать, сказал бы просто уже. Ладно, значит так. Он просто записал комбинацию в обратном порядке. Правильный код генератору должен быть шесть, три, два, восемь. Шесть, три, два, восемь. Окей, допустим. Генератор. Давайте теперь поищем его. Где он может быть? Это? Включись. Шесть, шесть, три, два, восемь. О, конечно. Я могу видеть будущее, но не знаю, когда отключится мой фонарик. Это справедливо. Свет будет, да? О, все. Отлично. Свет есть. Можно идти. В общем, в принципе, несмотря на то, что я проходил ее давно, и я многое опомню, поэтому многом возможно не буду удивляться. Но я хочу пройти ее еще раз. Потому что она... Это шкатулка. Она заперта. Интересная была в то время для меня. Страшная. Дверь заперта. Плюс я буду... Почти единственный, кто снимает ее. Это сундук. Похоже, он стоит здесь давно. Почему бы не пройти? Ладно, что, выходим тогда. Свет мы включили, хотя я, по идее, не знал, что мы идем за светом. Эй, вы только посмотрите на это место. Марк, подожди. Нам нужно держаться вместе. Что, ты боишься? Да, тут можно устроить отличную вечеринку. И никто нам не будет решать. Все говорят, что здесь водится привидение. Не бойся. Если нам встретится привидение, хитр наложит на него какое-нибудь заклинание. Она же знает воду или магию, или что там она знает. Очень смешно. Не бойся. Ты так воняешь, что твой запах отпугнет всех привидений. Черт, Лиза. Зачем нужно было тащить с собой эту готичную девочку? Ну, в итоге... Эротичная девочка моя лучшая подруга. Так что смирись с этим. Иначе я уеду вместе с ней. Ладно. Давайте лучше посмотрим, что у нас тут. Я, конечно, проголодался, но не настолько, чтобы есть это. Я тут ничего не вижу. В итоге привидениями стали они. Я, конечно, проглавался. Но не настолько, чтобы есть это. Тут, видимо, была пицца, но там ничего не осталось вообще. Ну что ж, теперь можно вхагуляться. Допустим, вот сюда. О! Тут, видимо, были представления. Да и мини-бар такой, знаете. О! Всегда восхищался женщиной. Да и мне немного. Брэндон! Мелисса! На помощь! Эй! Все идите сюда! Что-то ей поблохело, видимо. Так, бухлицо-то что-то прозрачное какое-то. В стаканчике-то. Может, тень такая, не знаю, отбрасывается. Так, тут ничего. Что, записка, да? О! Я-то, Сережка, не успела потемнеть. Ее владелица должна быть где-то здесь. Ну, по всей видимости, она уже не живая. Я вижу записку, но записку он что-то не читает, да? О! Эта стремянка должна подойти. А куда? Для чего? Дверь заперта. Угу. Хорошо. Тут нигде ничего не валяется? Там хоть не валяется. Там внизу тоже ничего. Давайте все везде осмотрим. Стульм что-то все заложили. Тихо. Знаешь, Делавер, я должна это сказать. Меня не очень радуют мысли о том, что ты отправился туда один. Мы с тобой команда, но ты даже не предупредил меня. Да, ты права, я забыл позвонить. Но было очень поздно, в следующий раз, хорошо? Окажи мне услугу. Ну, говори. Я слышу голоса людей. Ты можешь проверить, кто из местных жителей пропал за последние несколько месяцев? Пропавшие без вести? Понятно. Что-нибудь еще? Пока хватит. Я пойду осмотрюсь. Так, я налево видео уходит еще вот сюда. Ну, тут почему-то пройти нельзя. А с той стороны тоже? Хотя, стоп. Боже, какая свалка. Напоминает мою старую квартиру. Ну, в этом месте еще ничего. Если посмотреть в те места, там похуже будет, по-моему. Так, ну что, выходим, я не знаю. Пойдем, допустим, вот сюда. Дверная ручка сломана. Дверь не открывается. Но есть еще одна. Ну, видимо, все за ручки одной. А лифт? Так, буковка L. Это, видимо, подвал, что ли? Похоже, лифт не работает. Наверное, придется подняться. Три этажа, значит. Отлично. Это лестница. Какая-то картинка. Деревце. Думаю, вода не поможет. Да, я тоже так думаю. Там не земля, скорее, вообще камни какие-то. Ой, там темно как. Стремно. Так, допустим, вот сюда. Дверь заперта. Отлично. Ничего хорошего, в принципе, в этом нет. Дверь заперта. Поэтому не отлично, нифига. Ну, в принципе, это так совсем примитивно вообще. То есть, как я уже говорил, слайд шоу такое. Эта лестница ведет на первый этаж. Но верхние ступеньки сгнили. А на первый этаж? А получается, что здесь снизу что вообще? Холл просто или как? Стремянка? Лестница? О, прикиньте, да. Успокойся, Брэндон. Что случилось? Я не знаю. Вы просто разговаривали, и вдруг она потеряла сознание. Я ничего не делал. Потеряла сознание? Положи ее на кровать. Она такая холодная. С ней все было в порядке, а потом... Потом она упала на пол. Я звал на помощь, но никто не пришел. Я подумал, что вы можете быть здесь. Нужно отвезти ее в больницу. Где Марк и Лиза? Они еще в подвале? Я не знаю. Я их не видел. Я спущусь вниз и поищу их. Брэндон, ты куда? Нужно взять с собой Мелиссу. Мелисса? Брэндон, Мелисса пропала. Отлично. Опять. Здесь? Дверь заперта. Ну, номер 107, они были здесь. Если мне не показалось. Так, опа. А вот это уже кое-что. Интересно, что это за темное пятно. Кажется, что здесь лежал человек. Похоже, силуэт был выжжен огнем или кислотой. Еще одна сережка. Пара для той, что я нашел внизу. Да? Спасибо. Это была Мелисса? А, силуэт был, знаете, такой мужской, что ли? Что-то я, видимо, разгадал. Так, тумбочка не пашет. Так. Обычно я бы не стал читать чужие мысли. Но в сложившихся обстоятельствах я сделаю исключение своих правил. Дневник? Этот дневник принадлежит хитр Маутли. Мау Каллима, да? Точно. Так что руки прочь. Итак, мы прибыли вместо... Блин, сколько? Стоит, нет, вообще перечитывать все это? В общем, я думаю, что... Скорее всего, нет. Кому интересно, просто перечитывайте на паузе. Дверь заперта. А если бы там мало было всего, то я прочитал бы, возможно. Долго слишком. Ну, в принципе, здесь больше делать нечего, да? Есть тумбочка, есть стульчик, но... Там... Ничего. Эй, Дэл, как дела? Да тут настоящий праздник. Здесь есть мебель, которая двигается сама, голоса в темноте и кое-что, чего я не видел никогда в жизни. Например? Силуэт. Темное очертание на кровати. Казалось, будто тело еще лежит там, но я ничего не видел. Когда я положил сережку, которую я нашел рядом с другой, тень просто исчезла. Силуэт? Хм. Похоже, ты был свидетелем феномена перехода энергии. Иногда в случае неожиданной или преждевременной смерти духи возвращаются на место происшествия и ждут, пока кто-нибудь их обнаружит. После этого они в последний раз посещают свое тело и переходят из мира физического в мир следующий. Как будто они завершают свое дело. Какая философия. Да, но в таких случаях должно оставаться тело, а не его тень. Мне надо подумать. Хорошо. А что насчет пропавших людей? Мне надо проверить еще пару вещей. У меня есть кое-какие зацепки, но пока ничего конкретного. Я тебе позвоню, когда узнаю что-нибудь еще. Ты знаешь мой номер. Ну вот. Окей. Двери все еще не открываются, да? Двери заперта. Заперта. Так, 106, 107, да? Пойдем, сходим дальше. На выход пока идти не стоит. Лифт не пашет. Поэтому мы пойдем дальше. Заперта. Сотка. Дверь заперта. Окей, налево. Так, здесь двери что? Дверь заперта. Так, если сейчас все двери будут заперты, то я вошел в тупик, пока не знаю, что делать больше. Дверь заперта. Так, давай-ка. Дверь заперта. Ну эти двери я по идее смотрю, мы уже не заперта. Нет. Тумбочка пустая. Тумбочка как тумбочка. И... Такое бодрое все. Ну, пойдем на выход, я не знаю. Куда еще идти-то? А, он говорил, что он пойдет в подвал за ними. Точно. Поэтому мы сходим в подвал. Может он здесь? Точно. Ты только посмотри на это барахло. А, это другие. Может мы найдем что-нибудь клевое? Этот хлам лежит тут целую вечность. Мы не найдем ничего интересного. Короче, по истории подростки прибыли. Вот на особняк. Кажется, кто-то только что зашел в ту комнату. Может это привидение? Не пугай меня так. Ты знаешь, к чему это приводит, Марк? Что-то произошло за дверью, походу. Что-то есть. Короче, прибыли они в особняк отдохнуть. А в особняке реально была какая-то паранормальная активность. Теперь они присоединились к остальным привидениям, видимо. Белавер. Че, Келли, ты меня напугала. Кажется, здесь кто-то нервничает. Ну, можно вынуть батарейки из этой штуки. Да, не понервничаешь с привидениями одному. В прошлом году пропали пять подростков. Полиция сообщает, что дети сказали родителям, что едут на вечеринку и не вернулись. У тебя есть их имена? Да. Хитер Малькольн, 17 лет. Дневник ее есть. Лиза Телли, 17 лет. Марк Джонсон, 18 лет. Его младшая сестра Мелиса Джонсон, 17 лет. А также Брэндон Майклс, 18 лет. Ну что ж, их можно вычеркнуть из списка разыскиваемых. Ты их нашел? Я нашел дневник Хитер Малькольн наверху. Они были там? Что с ними случилось? Я разбираюсь с этим. Думаю, что темные силуэты, которые я нашел, очень важны. Просто я пока не знаю, что это значит. Мне было бы проще, если бы двери не были заперты. Ну, на каждую дверь найдется свой ключ. Верно. Но эта дверь выглядит не очень крепкой. Делавер Сент-Джон, лучше не ломай эту дверь. Почему бы и нет? Можно ведь? Ничего другого не остается. Бам. Могешь. Тут ничего нет. Ничего тыкнуть нельзя. Но, кажется, вот тут два тельца, походу, валяются. Те самые. Ага. Это, я помню, это видение такое. Так, не получается. Все. Какие-то странные звуки. Так, я помню это дерево. Наверху. Пойдемте сбегаем. Это мои шаги? Надеюсь, мои. Здесь лежал ключ от комнаты 104. Неужели? Кто-то там оставил ключик, но при этом мы не могли его взять пока это самое. Оно идет за тобой. Не смотри на него. Беги в комнату 104. Так. Что за хрень? Она уже близко. 104. 104. Где она? Если не ошибаюсь, здесь. Нет. Нет, блин. Хотел назад тыкнуть. Вперед, вперед, вперед. Дальше. Прямо за спиной. Скорее. Дверь за собой закрыл, да? То если бы нет, то... Вы сами понимаете, что будет. Дэл, ты там? Я потеряла сигнал. Да, я здесь. Слышу тебя с трудом. Здесь что-то не так, Келли. Ну да. Именно поэтому ты там. Нет, за мной действительно кто-то гнался. Темная фигура, похожая на кошку. Меня предупредили, чтобы я спрятался в комнате. А потом меня стала преследовать эта тварь. Полностью свободный, подвижный призрак? И он преследовал тебя? Ну, если бы я не знал тебя лучше, я бы подумал, что тебя заинтересовало адское чудовище, которое преследует меня, а не то, что оно могло со мной сделать. Нет, нет, конечно нет. Ты в порядке, правда? Насколько это возможно. Просто я... Ну, на что оно было похоже? У тебя есть фотография? Давай повторим ещё раз. Келли, из подвала выскочило чудовище, которое гналось за мной и хотело убить меня. И ты хочешь знать, не согласилось ли оно попозировать для тебя? Ну, чем бы это ни было. Похоже, ему хватило энергии только на кратковременную материализацию. Если оно появится снова, просто убегай от него, пока оно снова не исчезнет. Я поищу информацию в паре книг. Где ты сейчас? Номер 104. Ну, продолжай осмотр. Скажи мне, если снова увидишь эту штуку. Я бы очень хотела получить фотографию. А я бы хотел узнать, как от неё избавиться. Утопали. По-быстрому. И очень-очень неприятные картины. Чё-то здесь не очень серьёзно. Меч не убили, а там фотки-то спрашивают ещё. Так, давайте осмотрим комната чё. Тут я вижу чей-то силуэт. Опять же. Ты меня здесь не видишь. 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 Ты меня здесь... Потом все эти разни во сне снились. Хорошо, хитр. Что ещё здесь происходит? Так, это опять дневничок, да? Блин, стоит и перечитывать или не стоит, потому что, ну реально, много всего этого. На это уходит буквально, ну, минута уйдёт домой, да? Может, прочитаем? Не нужно было приезжать сюда. Тётя Каролина... Тётя... Хотя, стоп, по-моему, это... Стоп. Ну ладно, читаем. По-моему, это было в прошлом, нет? Тётя Каролина была права. Брэндон принёс Мелиссу в комнату. Она была без сознания. Я сказал ему, что нам нужно увезти её отсюда в больницу. Но он кричал, что двери не открываются. Он выбежал из комнаты, оставив Мелиссу на кровати. Я побежал за ним, но не смогла его догнать. Когда я вернулась в комнату, Мелиссы не было. На моём месте, где она лежала, осталась тёмная тень. Сейчас я жду здесь, в комнате 104. А до этого я спустилась в подвал. Но Лизы и Марка там не было. Надеюсь, это всего лишь очередной розыгрыш Марка. Шутки у него дурацкие, но я не хочу думать о других причинах происходящего. Ну, походу, это были не шутки. Совершенно. Дверь заперта. Ну и, по идее, всё в этом месте, да? Ну, заметьте, дверь, по идее, открытая, по сути. Не знаю, как он вообще там застрял, почему он не прошёл к нам, почему он исчез. И почему он говорит кошка, если он даже не знает на самом деле? Он ведь разворачивался, не смотрел, кто это был. Кошка. Да. Жуткое местечко. Выходим? Если можно вообще. Надеюсь, там его нету. Со мной что-то не так? По-моему, раньше коридор не был бесконечным. Чё-то... Не то. Ничего себе глюк. Так, это типа вперёд-вперёд. Нет. Это направо-направо и вперёд, да? Подсказывать не будь. Но если я сейчас не ошибусь, то... Направо... Насколько мне помнится. Направо-направо. А теперь вперёд. Чё это сейчас было такое? Это меня пугало всегда. Так, дверь направо. Без надписи. Я почему-то попытался зайти в дверь. В любую. Другую. Без этого. Мы просто действуем. Логически. Как нам указывают. Эти шептания мне совсем не нравятся. И музыка тоже. Вот музыка языка не очень запомнилась. Так, давайте запомним. Вперёд. Налево-налево. Направо-вперёд. Надо записывать всё это, блин. Вперёд-направо-налево-налево-направо. Вперёд-налево-налево-направо. Вперёд-налево-налево-налево. Левая дверь В общем, мне помогают Выбраться из глюка Какая-то девочка Ооо, да вы издеваетесь, да? Это надо срочно записать Потому что я не запомню это все Так, ребята, ждем Ну, в принципе, все Я, кажется, записал Теперь, я надеюсь, не ошибусь В направлении Так, сначала налево идем Так Потом направо Это совсем неприятно Так, теперь, надеюсь, я не ошибусь, да? Так, теперь налево Разок налево И вперед Ох, не ошибся Надеюсь, это последнее, да? И я Выберусь Наружу О, Саутип Господи Неприятное местечко Что ты делаешь? Я делаю то, что должно защитить нас от... У нас нет времени на всякий бред Нам надо придумать способ, как отсюда выбраться Это нам поможет Двери не открываются Они не заперты Они просто не открываются Да что здесь происходит? Где Лиза и Марк? Брэндон, возьми себя в руки О, боже Спорим, это одна из шуточек Марка? Да я могу поспорить, что он прячется вместе с Мелиссой и Лизой Я их найду Брэндон, подожди Я закончу защиту и мы... Брэндон! Брэндон, где ты? В итоге Брэндон пропал Так, записка Мелиссы Еще одна страница из дневника А, дневник Так, а пока я это пишу Я чувствую поток холодного воздуха за спиной Когда я оглядываюсь, я что-то вижу Это силуэт женщины Которая стоит у входа в розе, что ли Она ласково улыбается Ее руки сложены на груди Но в руке у нее окровавленный нож Я работал в магазине тети Каролины Поэтому я знаю, что это проекция из прошлого Она безобидна, но от этого... Но от этого спокойнее не становится Я читал, что этот жест руки, скрещенные на груди Означает, что у человека осталось Незаконченные дела Остались Они не хотят нас отпускать Окна в розе расположены слишком высоко Чтобы до них можно было дотянуться А двери не открыты Похоже, что-то держит их в забрати А все исчезли Остались только мы с Брэндоном Мы не должны были приезжать сюда Хотя на моих часах в 7 утра Снаружи темно, как в полночь Здесь зло И оно не хочет отпускать нас В общем Где-то в розе похоже Не знаю, где это роза Возможно, это... Там Хотя здесь, в принципе, ничего не изменилось Не ось Стул соправший сам по себе Это последняя страница из дневника хитр Откуда ты знаешь, что последняя? Мы с Брэндоном решили держаться вместе Но когда я и отвернулась, он исчез Просто исчез Не сдав, не звука Мы часы недавно остановились Но я думаю, что сейчас около 9 часов утра Я за окном по-прежнему... А за окном по-прежнему тьма Кромешная Тетя Каролина ошиблась насчет привидений Они могут вредить живым Они могут вредить живым У меня стали появляться синяки и царапины Поэтому я сделал простенький талисман Для защиты от темных духов Пока он работает Пока он работает Но я чувствую, что сила этого места растет И Пройдет много Немного времени Я так понимаю, это и краткое, да? То есть там была не роза А рой Что-то... Как-то почитаем, короче Прежде чем мой амулет Перестанет защищать меня Мне остается только надеяться Что если со мной что-то случится Кто-нибудь найдет мой дневник И узнает, что здесь происходит Я собираюсь перейти В гостиную Поскольку паранормальная активность В ройе Видимо, или как-то вообще Может вроде, не знаю Усиливается Зачем я сюда пришел? Я хочу домой В общем, в этом месте О Странно, похоже на самодельную куклу Интересно, Келли знает, что это такое? Давайте сделаем фото Келли, посмотри на это Ты можешь сказать мне, что это? Секунду Я получаю картинку Да Это защитный талисман Он дает своему владельцу способность Противостоять злым духам Тебе просто нужно показать его любому призраку Который подойдет к тебе слишком близко Ну, ко мне пока что Никакой призрак не подходил близко А вот уже кое-кто Ой Эти крики С чего это вдруг Вы на меня навалились-то, а? Блин, эти звуки Не качат больше Ой, уйди В принципе, не сложно, да? Ой, ёк-то Отвали Уйди Насколько можно уже? Короче, мы должны подниматься по ступеням, да? Как же у вас много-то, а? Капец какой-то Ой, уйди Ой, сколько может? Уйди Ой Сейчас в окне полезу Сейчас в окне полезу, по-любому Сколько можно уже уйдеть? Пол еще какой-то Вы заколебали уже Ой, уйди Походу, это все Это что такое? Стоп Еще один Но когда я до нее дотронулся Она не исчезла, как остальные Да, остальные вроде бы и не исчезали Просто так Так, это Стоп А если я хочу прочесть Можно я прочесть? Как-то вообще Не Нельзя А, тут можно делать сейв Чуть не забыл На всякий пожарный Спасибо Хитр Это ее дневник Никогда не знаешь, что произойдет с тобой в следующий раз Хитр и ее друзья просто хотели, чтобы их нашли Отсвободили из их безымянных могил Когда они исчезали в течение ночи Я не мог избавиться от чувства Что сюда меня привели не эти события Что-то иное притягивало меня сюда Здесь случилось что-то гораздо более ужасное Я уверен, что моя ночь только началась В общем, ребята, это первая часть Так, первую часть участь вандалов Так, можно перейти сразу к зеркалу Да, часть вторая зеркала Типа новая игра И нажимаем на вторую часть Блин, как музыка долбит В дом, чтобы освободить их Как-то так Ну вы поняли Что происходит в этом доме В общем, серия выдалась на 40 минут В общем, каждую часть я буду проходить То есть одной серией По части То есть Мы пройдем ее быстро, по идее Ну как быстро Допустим, по 40 минут на каждую вот эту часть Да, тут Тут серия То есть по две серии на каждую игру Да, в итоге выйдет, допустим, там Три Ой, три Шесть серий, да В итоге три части Может, скоро четвертая еще выйдет Узнаем, как будет В общем, ребята Поддержите, пожалуйста, лайком Ставьте комментарий Если вы здесь впервые, подпишитесь На этом пока что я с вами прощаюсь В общем, всего хорошего До встречи Еще увидимся Увидимся